Девушки отдыхают Кита желательно загарпунить первым, потому что голова отдается первому загарпунившему, а эта голова идет на зиму уже, кормится для собак. Мы обычно от величины кита смотрим, какой он большой, маленький. Ну, в среднем где-то около 10 горпонов с буями. Патронов где-то около 50. Ну, чуть меньше, чуть больше. Ум у них есть, но они каждый по-своему думают. Как и люди, все разные киты. Да, на вид только одинаковые. Бывают хитрые, бывают злые, бывают спокойные, добрые. Бывают вкусные, бывают невкусные. Мы охотимся не одной лодкой, а как минимум пара лодок, чтобы можно было на помощь прийти, позвать на помощь. А если одна лодка уже, ну, то считаю опасно очень. Особенно на кита. В последнее время. Какая-то вот погода непредсказуемая. То такой полный штиль, то через 5 минут с другой стороны, с другой стороны, вытер поворачивает часто. Первое, это надо увидеть кита. Определить, не пахнущий он. А то бывают киты, ну, таким неприятным запахом. Йодом или чем-то. И кожа пахнет, и все пахнет. Там еще такой стойкий запах. Старики рассказывали, и раньше такие попадались. Может, они что-то кушают непонятное. Ну, это такие киты, которые вообще не пускают в фонтан, а одним носиком выныривают. И трудно их увидеть, особенно в гряпе. Как подъезжаешь, они начинают сразу, ну, бить хвостом. Лодку стараются ударить. Лодку там, азарк? Главное, что я переворачиваю лодки. Продолжали охотиться. Ну, желательно его поймать, этого какие-то, чтобы с кем-нибудь другим не случилось это. То он тоже понимает, что если один раз так сделал, можно и второй раз так сделать. Бывает целыми сутками в море. Много работы, мало спин. Суставы болят, спина болит, вытаскивать, разгружать, загружать, все там. Суеты много. Мы знаем, что наша профессия востребована. Это глупость, если вдруг, это, наверное, я думаю, никогда не будет. Вдруг поставят запрет на добычу китов, то могут поставить народ на умирание. Да, здесь деревья не растут, яблоки не растут. Это наша жизнь, чтобы ходить на охоту. Мы добываем кита циркального, притаскиваем на берег. Кто хочет, кто-то приходит и берет, сколько ему надо. Бесплатно. Продавать нельзя. Население все-таки растет у нас. Она самый большой национальный посылок на Чахотке. Ну, со временем не хватит этой квоты. 52 кита на Лорино. Без этого мы никак не сможем. Мы выживаем, мы чисто питаемся. Вот даже, вот даже, если не поешь, вот кита, вот чихотку, пищу, вот не поешь хотя бы раз в день. Весь день вот постоянно кушать, как будто охота. Приходит радость, как будто, когда моржи идут. И когда приходят киты, тоже радость. Обряды их проводим. Когда обряды делаем, морю отдаем кости. Только себе, да. Чайки питаются тоже. Уносят подальше. Там медведи эти тоже питаются. Кого-то не будет, например, медведя не будет, то другого зверя не будет. А если и другого зверя, и вот по ступенькам идет все. На море и на суше тоже так же. Так, у меня мясо китовое, вот фарши. Вот гуся только что добыл недавно. Ну и тут тоже самое мясо китовое, все. Вот сейчас теплое лето. 15 градусов вот так. А зимнее время у нас, ну самое, мороз считается, это когда 20, 25 градусов, там 22, уже 19, 17, вообще уже холодно. Потому что у нас, во-первых, морской климат, и еще с ветром добавляется. Это к этой температуре еще градусов 20, можно спокойно замерзнуть. Поэтому вот. Нам необходимый жир, он дает нам силы. Это наша родина, наша жизнь. Хотя она и такая суровая тоже бывает. И бурги, крыши отрывает, вот. И шторма бывает сильной. Никогда не было, чтобы куда-то там уехать, где-то там на Канарах, да, или у Черного моря. Нет. Ну так, можно сесть посмотреть. Да. Но я не хочу. Дома лучше. Вот это, вот это папа. Он показывает фотки. Что он сфотов, когда моржа там, я читала. Я даже видела, как он моржов много добыл. И там были беременные. И я видела моржа от маленьких. Они белые. Тогда побольше пароход. И не один, а раз, два, три. Рядом. Мы же одни не охотимся. Мы кита увидели, подъехали к нему. А он взял и прямо возле большой лодки унырнул. И головой стукнул нос с лодки. Гарпунер у меня улетел туда, в бок, за борт. А потом задний ласт, и он резко вперед лодку дал. И я назад улетел. Вместе с румпелем этим железным. Ну я его выкинул, чтобы не тянул меня на дно. Каждый раз, когда выезжают наши охотники в море. И каждый раз я утром обязательно помолюсь. И, конечно, переживаю, приедет, не приедет. Но я думаю, что каждая жена охотника так вот думает. Много случаев, и лодка переворачивается, или мотор сломается, или еще что. А лодка отсюда вышла. Смотрели, наблюдали весь бинокль. Что-то отвлеклись на море. Дальше намажили и стали смотреть. Смотрим, куда-то лодка пропала. Что-то как-то беспокойно осталось. Собрались, поехали. А там только один человек живет остался. На носу лодки так держался. Остальные все утонули. Каждый год участвую. И женщины, и мужчины. Не теряй марку, давай, мы ждем! Знаем свои лодки хорошо. Команды уже много лет грибут они. Ну, там бывает два-три новичка. Так, в основном, за умы еще и люди. Вынишь! Открывайся! Открывайся! Давайте туда фотографируемся. Давай! Давай! Подожди, Лова, где? Давай, улыбки, давай! Дети, Семен, на оборудке. Да, миллионский, да, обязательно. А еще что варите? Взрослый, там уже потемнее мясо и чуть пожестче. И обычно взрослое мясо слегка недоваривает. У маленьких хитов мясо белое, похоже на свинину. Морская картошка называется упа. Зимой она, правда, вкуснее. В ней больше соли содержится зимой. Еще? Еще, еще. Я охотник. Это для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас море все, и мясо, и киты, особенно мажей. Ну, мерпа, само собой, лахтак. Потому что мы не можем без этого. Вот оно, на нас, на наш ход. Где же мы там? Без тебя. Так. Ну, мы уже примерно знаем все эти тонкости охоты. Главное, чтобы было на кого опереться. Попробую, Варька, додать его. Он не подпускает так близко, чтобы на бросок гарпуна... И вот из-за этого мы сперва его стреляем, потом гарпунем. Мы сегодня добыли лахтака. Хайюнель. Ну, такой. Почти средненький. Вкусное такое, мягкое мясо. Ну, удобно. Зубы болеть не будут. Гена уже опытный охотник. Ну, почти все знает, куда ехать, где больше добычи будет. То есть работа, интерес, азарт. Азарт, адреналин хороший получаешь. Ну, минут 15-20 разделка лахтака. Варим, сушим. Из шкуры лахтака делаем ремни. Каждый год мы сюда приезжаем кислоток 15-17 июня для сбора яиц. У кайры, у чаек, у бакланов. Ну, вроде бы пожирнее, повкуснее вроде бы. Размером, конечно, больше, чем куриные. А вот, товарищ, сидит, вальца. Мы постоянно вывачиваем. Опускаем вниз. Ну, это очень опасно. Что, в недведи сюда подходят? И падают какие-то, подбиваются. Обычно целая бригада собирается. Спускаем человека на веревке с ведром. И спускаем его. Он набирает. Поднимаем. Страхуем. Когда моржей далеко, вот, заметишь, ну, в паре километров, сверху смотрят, а около берега не должно быть никаких шумов. Камень об камень стукать или железо об железо, то нельзя это вытянуть, потому что они хорошо под водой слышат. Могут раз-сразу и в сторону моря повернуть. Потом тогда жди, ищи других моржей. Этих уже потеряешь. Он в любой стороне может вынырнуть. Либо там, либо там, либо все сзади. И вот все лодки вот разберут, разберутся. Если к этой лодке ближе, то может они закарпулись. Сегодня нам повезло. Завтра, может, нам не повезти, другим повезет. Само собой риск опасно, но мы как-то с этим уже и не смотрим на это. Моржи вынырнули близко возле лодки, и собака прыгнула на моржа и схватила его за усы. И так моржи вынырнули, вынырнули, а она держится еще. Потом отпустилась. Плевая. Северная текутская издавая так и называется. Разного цвета, разного характера. Подбирается, конечно, чтобы шасть хорошая была, ноги крепкие. Для севера это самый надежный способ передвижения. Мы в основном охотимся на кромку. На кромку ездим, за нерпой, за лахтаком. И вот они на кромке незаменимый транспорт. Они всегда найдут дорогу домой, не потеряются. Увидят вовремя эти хорошие вожаки тонкий лед, спасут тебя, если что. Я собаками тонул, но они меня вытаскивали. Все люди командуют. Право, конечно. Те, 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 почковские тези. Налево. Так, тех, так, тех. Стоп, ге, ге. Лодки тащим на собаках. И кита вытаскиваем, тоже собаке помогать. Моржей вытаскиваем. Сейчас моржей мы добиваем. Будем скоро заготавливать уже. Ямы ложить специальные на зиму для питания и для собак. Рулеты делаем, и потом можно спустить ее вниз в ледник. Если есть холодильник, все равно морозильную камеру ты не набьешь много. Вечная мерзлота здесь поставили. Большие запасы делали. Долго может храниться здесь. Сами заготавливали для себя мешки. И сюда заносим, и заморожим, чтобы еще на зиму оставалось. Чукча по национальности. Чукчанка, папа Чукча. Ну, когда-то мама тоже когда-то с Косторецкой была связана. Ходила, туда резала, рисовала. Косторезам иногда надо выезжать куда-нибудь самим на охоту, чтобы, то есть, вот, увидеть все это, как там все происходит, животных, тяжелых увидеть вживую. Самое интересное, это когда начинаешь работать, вот, то есть, кость взял и начинаешь в уме рисовать. То есть, в уме уже ее прорезаешь, эту косточку. Даже карандашом не рисуешь, уже сразу начинаешь резать. То есть, надо взять кость и увидеть ее изнутри. Нам охотики привозят пеница. Мы их сначала отвариваем, чтобы все это выварилось оттуда. Приводим эту кость, вот она полностью, практически полностью костяная. Только вот здесь немного пористая. Просто природа такая, наверное. К нам приезжают некоторые, иностранцы, гости какие-то. Говоришь, вот она, пенис, моржа. Да, давайте я его сфотографирую. Знаете, держите. Не, не буду, а то дома не поймут. То, что сделаешь своими руками, ты видишь, что это красиво. И как-то продавать даже не хочется. Жена у меня тоже недавно работу начала. И очень хорошо у нее рисунки получаются. То есть она гравирует на клыке. Что-то ему надо в руки поставить. Вот сюда, да? Еще один карпунчик. Ну и все. У меня отец был еще гравир. Он гравировал, вырезал. Даже у меня вот не кисточки остались, вот и мне и работай. Потом просто Диму позвал попробовать. Если понравится, говорит, будешь работать. гортанное пение, оно идет как импровизация. А это песня, посвященная охотникам, нашим мужчинам, которые находятся далеко от дома, они пошли на охоту. Мы не говорим, что мы убиваем. Мы говорим, мы берем. Или природа нам дала. Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны, а мы чукчи от кита. Чукчи это по-чукотски. Настоящие люди. Народ, который умеет слушать и прислушаться к природе. И не только, и к остальным людям. Допустим, в моем языке даже нету ругательских слов. Вообще. Самое такое плохое, можно сказать, на человека, когда ты сердишься. Ну, как, ты что-то плохо сделал, но еще не сказала, что ты плохой человек. Хи-хи-хи. мы себя героями не считаем охотники. Это у нас обычное дело. Пока мы живые, мы будем охотиться. у что-то